Почему это нельзя было переснять, чуваки? Всем привет, это Громкие Рыбы, и это второй сезон прожарки татарских клипов. Меня зовут Амир, это Кирилл. Мы сейчас будем смотреть татарские клипы, но сегодня к нам придет гость. Актер сериала Улица на ТНТ, ведущий передачи на ТНВ, кулинарной передачей. Да и вообще просто классный парень. Встречайте, Руслан Сабиров. Привет, здрасте. Так, что делаем, пацаны? Итак, у нас есть клип. Я так вот решил предложить. Мы решили ввести с этого выпуска бинго татарских клипов. Мы тут выписали 9 вещей, которые в основном попадают в татарских клипах. Предлагаем тебе выбрать 3 варианта, которые, как ты считаешь, будут в следующем клипе. Если ты угадаешь, то, ну, угадаешь. Что у нас есть? Звонки по телефону или смс. Это очень важный структурный режиссерский ход. Можно я сразу... Это будет, по-любому. Во всех татарских клипах это есть. Семейная ссора и дети. Фруктовая корзина. Как бы это редкая ставка, но ты понимаешь, что за нее 16 икс коэффициент, да, понимаешь? Да, это не пироги. То есть пироги там полтора. Да, да. Измена, ну, тут тоже так, 50 баллов. Стереотипные ботаники. Есть такой образ. 3 икс. 3 икс коэффициент. Я просто раздающий коэффициенты буду сегодня. Такие, ну, ботаники. Очень такие ботаник в круглых очках. Так. Квартира с золотым орнаментом в дизайне. Квартира с золотым орнаментом в интерьере. Это вот этот цыганский шик, я это называю. Цыганский шик. Он везде. Он... Багеты вокруг телевизора золотые. Обои вот эти вот, шелкография. У меня уже есть два ответа. Важное собрание в офисе. У меня даже есть знакомый, который снимался в татарском клипе. У них было важное собрание в космосе. Ой, в офисе. Ну и куплет в поле. Куплет в поле. Ну, мне кажется, это бесплатно вообще. То есть, это как бы... Здесь галочка стоит, да. По умолчанию просто. Да, по умолчанию уже. Приезд в деревню на иномарке, ну, это тоже возможно быть. Но, видишь, как... А три варианта можно выбрать? Да, можно три. Тогда я выбираю... Все, соответственно, подошел к этому. Тогда я выбираю семейную ссору и дети. Все, окей. Итак, ответы приняты. Кирилл, а ты же понимаешь, что как бы это вот это бинго, которое, да, оно же... Эти все варианты ответа могут быть в двух... в клипах. Это будет тогда... Это все может быть даже в одном клипе, вы понимаете? Последний выпуск будет, когда мы разберем клип, в котором все есть. Либо мы сами это сделаем. Снимем клип. Да, мы хотим снять свой татарский клип по всем канонам. И уже начали искать красивые места для этого. Всего 40 минут отказания. И смотрите, где мы. Пляж Камское море. Смотрите, сколько всего здесь интересного. Лодка, чтобы делать классные фотки в инстаграм. Лежаки, на которые не нужно ждать очередь. Песок, чтобы классно подкидывать его в слоу-мо. Ну или грустить, как в клипах, если вас бросила девушка. В общем, этот большой парк-пляж расположен на протяжении 900 метров береговой линии. Идеальное место, чтобы провести весь день с семьей и друзьями. Больше информации можно узнать, пройдя по ссылке в описании. Все, клип готов. Все, давай, да, Гус? Это клип Флорида Гиздатулина Гафу и Те Белик. Гиздатой клип, пацаны. Нараз, что ты меня сказал. А песня называется Гафу и Те Белик. Как переводится, знаешь? Подожди, ты-то знаешь. Проверю. Один из классов. Эй, давай-ка ответь. Белик. Вот Белик мне смешает. Это что-то из Турции связано. Белик, Белик, Белик. Ну, извини, что-то. Ну, плюс-минус, плюс-минус. Плюс-минус. Умейте извиняться. Умейте извиняться, да. Флорид, гафуит за то, что у тебя такая фамилия и то, что я над ней посменялся. Гнали. Саксофон надо поставить, да, в нашу бингу. Саксофон. Ну, вы, смотрите, вот, чуть-чуть вы посмотрели. Появился саксофон и ресторан. Где такие бизнес-ланчи дают вообще в обед там с саксофоном вообще? Это день, по-любому это день, да. Светло, да, светло. И как бы с саксофоном, ты реально приходишь на бизнес-ланчить. И чувак. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот это весь. Итак, смотрим дальше. Действия в кафе. Танцуют. Сидят. Много персонажей водятся сразу. И все они. Найдет. Ага. Так. Около входа на кухню будь пока. То есть вы же оценили масштабы ресторана, да? То есть там, в принципе, есть место. Место, да, куда его посадить. Хрена какого он сидит возле выхода на кухню. И он всегда, он играет на саксофоне и так немножко ногу иногда подгибает, потому что... Да, это дверь, потому что официантка выходит от... Просто официантки по приколу. Она хочет ходить и мешать тебе играть. А-а-а, да, типа они его проверяют, типа устоят. Стрессоустойчиво. Ты будешь играть в нашем ресторане, только когда пройдешь все наши испытания. Какое-нибудь второе испытание. Просто проходит иногда водичку на него. В саксофон. В саксофон. И он... Рискнем дальше, смотри. Ээээ... Подождите, подождите. Что было? Ресторан, саксофонист. Одна пара танцует, одна сидит. И слева еще какая-то. И слева приходит девушка, видать, к родителям. Да. Так, дальше. Опаньки. Это жизнь мема про чувака, который оглядывается. Да, на самом деле, знаете, какой новый мем? Здесь вот, типа, написано, жизненные ценности, богатство, будущее. Типа, мои друзья, мои знакомые. Я. Саксофонист, где, типа, у которого... У меня все пофиг. Драма тут закручивается. Смотри, типа, дочь говорит. Я беременна. И отец. Как так? Как так? От кого? От кого? Он так же играет, он настолько драматично это играет, он... От кого это? Может, они актеры хорошие, просто режиссер клипа сделал... Вот так вот, да? Ну, как вот ты, как актер, как скажешь, как правильно? А режиссер виноват, что неправильную задачу поставил актеру? Или все-таки сам актер в какой-то степени должен нести ответственность за свою роль? В этом случае, мне кажется, сценарист. Правильно. Потому что, ну, надо ли где еще придется, как-либо. Сценаристов же меньше всего бывает, и меньше влиятельности у них. Это сценарист. От кого же она беременна? А вы заметили, что на заднем фоне убежала та баба, парень, который смотрел на официантку? Вот, девушка убегает. Вот это... Отец. Вот это на нее смотрит, вообще. Это же, по-моему, официантка, по-моему, нет. Она похожа, кстати. Все брюнеты, все брюнеты. Все похожи вообще. Они такие, это брюнетский заговор. Я не могу, не могли хотя бы карлика взять, чтобы, ну, хоть как-то отличилось. Отличилось визуально, да, кто есть кто вообще. Блондинов взять, ну, рыжих. Их же много. Реально, люди есть. Хотя сидят здесь два брюнета, эти рыжие. Мы выигрываем, кстати. Два-один. Польза брюнетов. Рыжие, кстати, вымирают. Рыжие вымирают. Надо пользоваться, пока реквизит есть еще. Болгарами, я запущу. На секундочку. Были рыжими. Да. А ты тут здесь при чем? Кирилл. Это мой пропуск на Ивтар. Так, и появился сам артист. Сам флорид. На самом деле, брюнет. Сам флорид. Итак, короче, что мы имеем? Линия с молодой парой, с парнем, который засмотрелся на официантку. Саксофонист. Саксофонист. Девушка, которая беременна, ее родители. И пара пока с непонятной проблемой. Она есть. По-любому. Непонятно, что там. Очень много героев, и все это происходит в одном месте. История начинается. За 48 секунд. Да. И, по всей видимости, у каждой этой истории должно быть какое-то грандиозное развитие. Ну и задачка у нас. Ну и задачка. Мы как будто пришли такие, ленточку такие, ФБРовцы такие. Господи, что за срань нам предстоит сегодня, коллеги? Твою мать, какого хрена? Это будет жесткое дело. Один дубль был. Почему это нельзя было переснять, чуваки? Дальше. Возможно, мы просто сильно цепляемся, конечно. Давайте ослабим немножечко вот этот винтик. Продолжаем. Средняя пара вышла. Или официантка? Судя по тому, как долго она смотрит, это официантка. Что это за парень такой, а? На него все смотрят, на него все смотрят. Вы видели? Одна официантка посмотрела. Точно. Это такая... Может, дело в нем? В этом парне? Опять артист. Артист. Холодно, чуваку, смотри. Положение рук вас не свечет. Вам не кажется, что они взяли... Это манекен? Они взяли с рынка манекен, а он просто бошку так подставил, такой... На самом деле, если бы при ветре снимали, им повезло, что они без ветра. Точнее, не подключенного этого чувака снимали. Потому что у него руки не колыхались. Да, у него... Он уже надутый просто. Так. Средняя пара, да? Помним. Звонки по телефону! Две мелодии сыграло. Если вы заметили, внимательный зритель заметил, две мелодии сыграло на поздравление. Разных. Совпадение было. Это злой, богатый муж, который не занимается с женой и разговаривает по телефону. По всей видимости, да. А почему... Почему... Почему она смотрела на этого чувака так? Почему она на мужа так смотрит? Почему она на всех так смотрит? Че с ней? Да, да, у нее просто молчаливый такой взгляд. Это странный, скорее, взгляд такой. Не пристегнутый, разговаривает по телефону и... Давайте найдем этого человека, как он называется, и напишем в ГИБДД. На меня так написали. Когда я снимал видео. А ты обижен, да? Я обижен! И теперь ты борец за кого-то. Я заплатил пятихатку за то, что я снимал видео и был, типа, не пристегнут и вылезал из машины. Он не заметил. Он с ней сидел, жрал в ресторане, потом подвез, но не заметил, как она ушла. Огурцы. Огурцы, ну... Огурцы, огурцы. Давайте не будем претираться, но огурцы, ребят. Начнем с огурцов. Толстовато. Не замечаете? Даже для... Нормально, нормально. Сейчас докопаешься, батон тонковатый, да? Нормально, батон для бутерброда нормально. Огурцы. Мужчина. О, это отец, да, тот? Да, да, да. Он расстроен. Уйди, уйди, говорит он. Отстань, старуха, я в печали. Я расстроен, потому что в доме только одно сладкое. Фруктовая корзинка. Рафаэлла. Фруктовая корзинка. Потом мед. Рафаэлла. Зефирка. В доме одно сладкое. Конечно, мужчина расстраивается. Татарскому мужчине нужна говядина. Он расстроен, да? Что у него девочка... Дочка беременна, да? Что у него все нормально, все здоровье. Да, да, он переживает, такой, да. Что получилось-таки? Да, что получилось. И все-таки доме одно сладкое тоже. Как причину, давайте рассматривать это. Давай. Все-таки это, да? Еще одного персонажа вводят же. Так, подожди, это тот чувак, а это другой. Это сам певец, по-моему. Это сам певец, он в центре большие. Подождите, ребята. Где нашли сточки? Погоди, где наша бинго? Татарская бинго. Где ваш татарская бинго? Дети? Опа, да. Ну, я не знаю, насколько семейная ссора, но те ребята в кафе ругались. Это как бы из разных сцен. Складываем из двух сцен одно и получаем... Подождите, подождите. По правилам, по правилам, одновременно при семейной ссоре должны быть дети. Аааа. Все, то есть это... Ты как строгий семья. Все, окей, не подходит. Простите. Гафуитэгэс, дуслар. Не подходит. Вот Кирилл как будет иногда в выпусках появляться как хранитель традиций клуба прожарки иногда. Он как Борщевский в ЧГК. Только правила этого не позволяют. Да, он достается вот правил всегда. У него уже мятый вот этот бинго. Кирилл, который... При мне семейные ссоры и дети всегда в одном кадре. Леонардо Ди Каприо снимается в этом клипе, вы заметили? Но копия... Конечно, Флорид Гиздатурин решил сняться в этой сцене. Да, да. Нет, это, короче, нет, это двойник Ди Каприо, но толстого Ди Каприо. Помните, такой чурок покушен на двойника Ди Каприо? Это двойник двойника. Надо объяснить перевод, как бы. Здесь было так. Этот чувак, Ди Каприо, он говорит... Называю на сзади Ди Каприо. Флорид, у тебя сколько детей? Флорид отвечает. У меня трое. У меня трое детей. А у тебя... Ну, к этому чуваку обращаются. А вы, Город, когда уже... Когда вы уже, говорит, намутите. Когда, говорит, вы уже, ну, эти самые-то дети-то у вас, когда уже? На что он отвечает? Оценка, оценка гениальная просто вообще. Кто? Постаревший Билан. Да, располневший Билан уже такой. Тройник. Короче, двойник. Двойник. Тройник. 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 Тройник Ди Каприо и... Двойник Билан. Двойник. И единичник Флорида Гиздатурин. У вас не смутила одна вещь? Шушу Балалар. Я еще умер на все. В этих детях весь смысл жизни, понимаете? Да. Вот. И дает телефон ребенку. И дает телефон, типа, на. Отъеби. Да, да. Я за твою судьбу больше не ответственен. Но за тебя говорить буду красиво. Драма на самом деле происходит. Ребенка к телефону подскажет. Это же ужас. Да. Я его кумир вообще. Он прям... Так, разберемся. Это кто пошел? Это официантка? Нет. Это которая вышла из машины бородатого чувака. Которая пялит на все. Жестко палит все. Да, да. Все, все, все. Она же очень странно смотрела в машине. И появился отец. Веременный. Это отец? Да. Точно? Да, вот смотри. А, он же ушел из дома, да? Как раз таки, ну, расстроенный. Случайно смогас мясо купить. Так. Так, ага. Подождите. Это тот, да? Все-таки это отец. И он встретил ту бабу. Да. Она рассыпала, и подняла, и они о чем-то говорили. Две истории сейчас пересеклись. Да, как будто, да. Ну-ка, сейчас. Девчонка выбегает на дорогу. Дорогу, да. Чувствую. Совсем забыл слово «жиншуле». Что такое он говорил? Очень долго. Говорит, типа, ну, братан, ты еще... А, он такой, ага, ну, ладно. И он такой... У него опять какая-то хрень с реакцией, с оценкой. Потому что наоборот он сделал. Он два раза все понял в клипе уже. Первый раз, когда ему сказали. И сейчас такой... Опять что-то у него. Опять понимать надо что-то. Опять что-то... Но это же была та пара, которая... Ругалась. Они километр прошли, так вот что-то ругались. Еще две истории с... Это они были, нет? Да. Точно? Да, смотри. Это тот парень, мы его узнаем. Вот тот парень из ресторана. Да, 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 да. Режиссер одну историю соединил двух пар. И сейчас еще раз. И сейчас еще раз соединил. Там чувак пересек, мне кажется, какую-нибудь линию. Там сплошную линию. Да, ты знаешь, эту дорогу. Там двойная спорта. Скорее всего. Можно звёкнуть вот номер там. Да, давай, отомсти. Да, прошли. Короче, чувак болтает по телефону. Ездит непристегнутый. Чуть не задавил человека. Пересекать двойную и сплошную. Звони, звони. Отомсти за себя. Но самая жара, пацаны, знаете, что самая жара? Вы же должны были заметить. Вот смотрите, заметьте эту деталь. Смотрите. Так. Смотрите сколько следов от разворотов. Это не первый дубль. Тогда мы делаем вывод. Что реально, тот дубль, где чувак подскользнулся, он тоже был не один, это просто был лучший. Ну либо они вот здесь потеряли кучу времени. Очень много времени. Блин, мы разворачивались. Тула часа, блин. Давай сцену в кафе быстро. Этот чувак не мог развернуться. Он вернулся к своей. Так. Это официантка. Нет? Нет. Ты создаешь официанткой. Официантку больше не показывает. Забыли. Нет, возможно, покажет. Так, он вернулся, обнялся с неё. Потому что она тоже беременна. Вот, оказывается, в чём загадка. Вы запутали? Я запутался. У меня всё сошлось. А, да? Смотри. А это, может, ты ёмзи? Смотри, 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 короче, пацаны, они сидят в ресторане. Они сидят без настроения, просто бизнес-ланч у них днём, да? Бизнес-ланч у них днём, да? Потом она смотрит на мужа, когда едет с таким отрешённым взглядом. А потом у него спрашивают, вы уже когда детей? И он такой... Ну, типа, своим отыгрышем показывает, что мы не можем иметь детей. А, думаешь, так? А мы ржали над ними вообще, как не стыдно, блин. Офигеть. И он поэтому... И, короче, и он расстроен и едет, чуть не сбивает и видит, как тот чувак за свою девку опять впрягается. И он понимает, что, типа, блин, да не в этом дело, важно, что я люблю её. Вбегает с такой рожей домой, обнимает её. Она стоит на кухне и видит, они УЗИ, результаты УЗИ. Подождите, а там же было прям УЗИ, да? Прям же было? Да, 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 показывали. Ты думаешь, что там просто что-то положили такое, чтобы было похоже? Документы? Так, ну тут видно, что подготовили УЗИ прям. Но вот это похоже на первую фотографию чёрной дыры, по-моему. По задней стенке, значит. А это хорошо, кстати. Ребята, это хорошо. Когда да, по задней стенке это хорошо, значит, живот большой не будет. Образовательный характер. И в семью, где дочь беременна, вернулся отец. Она думала, что он ей втащит, походу. И принял дочь, понимаете? Он осознал, он прошёл путь. Так он с той бабой беременной разговаривал, которой продукты распискали. Она ему навострила. Да? Она как бы ему всё объяснила. Подождите, тогда у меня вообще не срост. Запутался? Она же знала, что она беременна. А муж знал или нет? Почему он у неё обижался? Чё за хрень? Подождите, подождите. Есть вариант, но не смешной. Мне кажется, он высадил её на УЗИ, чтобы она сделала УЗИ. Нет. То есть тогда он не знал? Нет, нет. Нет. Никто не согласится с тобой. Никто. Души говори. Смешной? Чё нет? Иди сделай, приходи. Ты растолстела, бензин тратится больше. Всё, не хочу, иди, давай. Пешком ходи, давай. Тебе полезно. Смотри, этот клип закончился уже? Всё. Давайте итог. Но это ещё не самое. Это ещё не самое. Подожди, я чё. Вот эта актриса. Короче, этого же персонажа, который играет этой же героиня, выгоняет муж из дома. Вместе с детьми. В первой прожарке это было. Вы делали, да? Да. Так. Это приквел спин-оффа. Это она, да? Это она же. Её выгнали, это вот до этого, как до рождения детей. Да. Как они появились? Первая прожарка первого сезона. Начало. Подождите, это не... Я смотрел все ваши выпуски. Я помню, там была ссора, и он выгонял. Вот так бросал её. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Точно-точно. Запутанные истории вообще. А кто разобрался, тот просто ставит лайк. Нет, кто не разобрался тоже, потому что мне кажется, больше людей не разобрались. И как бы от лайков отказаться не будем. Ты боишься, что будет их 10? спасибо тебе большое спасибо за то что проситил переснимать не будем как тот дубль знаешь ли да мы тоже здесь как бы зевал и зевал все тоже тоже подскользнулся спасибо большое с нами был руслан сабиров это было очень смешно подписывайтесь на него вот мы ставим а ты про нас говоришь это были громкие рыбы они очень классные ребят серьезно это будет один из самых лучших выпусков прожарки татарских они мне пообещали что так будет и давайте соберем как можно больше лайков прям и прям много просмотров спасибо было очень прям прикольно спасибо ну и так же мы прощаемся в конце все офигеть так можно и ученика